Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброго здоровьица! В эфире программа «Целебная кулинария» и сегодняшний выпуск нашей «Целебной кулинарии» будет посвящен восстановлению после переломов и травм. Неприятное, конечно, явление в жизни, но тем не менее, надо знать, как можно быстренько срастить кости и с помощью чего. Опять-таки, нам помогут продукты, которые обладают повышенной биологической ценностью. Как это сделать? Смотрите, с одной стороны надо срастить, значит, нам надо фактор роста. Откуда мы его возьмем? Я думаю, что лучше всего его взять из проросшей пшенички. Вот она наша проросшая пшеничка, и, как правило, она еще растет. А костям что надо сделать? Им надо срастись. Поэтому она будет основным двигателем для того, чтобы срастись. Далее. Нам нужен материал, с помощью которого будет идти образование костной мозоли, сращение разрушенной кости. Я думаю, лучше всего это можно сделать с помощью творога. Конечно, можно использовать и хаш. Это взять косточки говяжьи, свиные, и долго-долго их варить без соли. У нас получается холодец, который потом можно есть, допустим, два раза в день. Далее, вот интересная вещь. Для того, чтобы хорошо у нас усваивался кальций, который у нас содержится в творожке. Творог – это строительный материал, с которого у телят образуются копыта, рога и шерсть. А у нас как раз будут образовываться кости. Кости, ногти, волосы, кожа. Но помимо того, что нужен кальций, кальций хорошо усваивается тогда, когда у нас имеется еще кремний в организме. То есть, важно соотношение кремния и кальция, для того, чтобы все у нас, знаете, было не жесткое от кальция, а гибкое. Гибкое и прочное. Поэтому обязательно будем использовать продукты, в которых содержится кремний биологически активный. Это болгарский перец. Далее, что у нас получается? Вот смотришь на ножку, если она там поломана, как правило, она обездвижена вниз, ну, говорит, висит. И плохой отток крови. В течение дня получается, что там происходит застой и возникает водянка. Для того, чтобы удалить лишнюю воду из организма, можно использовать проверенное давным-давно средство. Это петрушечку. Мы с вами как раз ее и будем использовать, чтобы лишняя вода выводилась. Также мы с вами будем использовать и курагу. Она содержит калий, который является антагонистом натрия и способствует выведению воды из организма. К тому же, желательно провести общую оздоровительную работу в организме. Для этого как раз курага будет способствовать тому, что она будет еще подпитывать нам мышцу сердца. Поэтому это великолепный продукт. И предварительно, что мы делаем? Мы ее размачиваем и подготавливаем. Естественно, можно еще использовать, это уже, так сказать, от меня, это кизил. Кизил, смотрите, цвет продукта такой красноватый. Он активирует процессы обмена веществ. Также укрепляет наше сердце. А нам очень важно, чтобы процесс обмена веществ был большой. Поэтому сначала сделаем соответствующий коктейль, который будет способствовать всему, что я сказал, быстрому сращиванию костей. Для этого мы с вами воспользуемся блендером. Да, и кисло-молочное, это в котором все эти продукты будут соединены. Ну, естественно, чтобы продукт у нас получился вкусный. Невкусное мы не любим, мы будем использовать с вами еще и мед. Натуральный мед. Итак, мы с вами берем блендер. Блендер берите помощнее. Теперь мы сюда вначале помещаем проросшую пшеничку. Значит, лишние тут палочки, если имеются какие-то все это, тут выбрасывайте. Пшеничка должна прорасти. Выклювочек наиболее идеальный для того, чтобы сращивались у нас кости, это примерно 2-4, ну 5 миллиметров. Это как раз говорит о том, что у нас крахмал превратился в солодовый сахар. И здесь уже только углеводы, но не крахмал. И биологически активные вещества, витамины группы В, факторы роста, для того, чтобы все это быстренько у нас соединялось, срасталось. Далее мы используем с вами размоченную, размоченные сухофрукты, это абрикосы. Мы также возьмем кизил. Теперь перчик болгарский. Вот. Серединку выбрасываем. Нарезаем. Так, все это сюда. Зелененькая петрушечка, заранее ее помойте хорошенько. Петрушечку можно взять, смотрите, два пучечка вот таких вот. Стебельки, они не нужны, их можно выбросить. Зелень помещаем сюда. И пока хватит, мы должны это все перемолоть. Теперь добавляем что-либо кисломолочное. Я использую ряженку. Вот, добавили. Закрываем. И пробный у нас проворот. Мы с вами провернули, чтобы все сейчас проворачивалось. И теперь, что мы с вами делаем. Мы добавляем творог. Творога мы добавляем с вами. Павильные пачечки. Аккуратненько берем. Повещаем. Творог это основной компонент, который, знаете, как у нас, как строительный материал, типа кирпича и цемента, который будет нашу кость сращивать. А проросшая пшеница, это, думаю, рабочие, которые будут класть этот материал. Теперь мы с вами все это окончательно будем смешивать, перемешивать. Включаем. И два часа, как и все это окончательно. Так. Процесс у нас не закончен. Сейчас просто-напросто мы с вами попробуем. А что у нас получилось? Ну, получилось несколько густовато. Ну, ничего. Я просто-напросто попробую по вкусу. Мы еще сюда не добавляли меда. Вы знаете, даже без меда очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому я единственное для разжижения добавлю сейчас еще ряженки. И перемешиваю. Ну, можно, можно чуть-чуть добавить меда. Ну, в целом, я даже не пойму. А-а-а-а! Почему они сладенькие, я думаю? М-м-м. Да потому что мы добавили сюда сухофрукты. Вот. И, кстати, я... Сейчас сделаю одну смесь без меда. А другую я сделаю с медом. И попробуем и то, и это. И посмотрим, какая здесь вкусная. Итак. Сначала надо просто-напросто это все несколько разжижить. Вливаем все. Можно сделать, смотрите, сразу много. Час из, естественно, приготовленного мы выпиваем. Другую часть можем дать членам семьи. И либо же поставить в холодильник для того, чтобы она там стояла. И вечером или в течение дня мы просто-напросто прикладывались. Итак. Просто-напросто промешали. У нас получилось вот такое. Теперь я сюда еще добавлю немножечко меда. Ну, сколько меда? Ну, примерно столовую ложечку меда. Да, я могу? Так. Смотри, какой душистый мед. Пахнет? М-м-м. Сразу же выделяется слюна. Кстати, в некоторых случаях, знаете, что сюда можно добавлять? Можно брать, если вы достанете мумиё, пару-тройку таблеток. Предварительно их можно растворить в водичке. И эту водичку сюда. То есть еще усилит биологические свойства на восстановление и сращивание костей. Все, хватит. Теперь это мы помещаем вот сюда. Я наливаю. И попробую, что у меня получилось. Поступил такой вопрос. А вот срок хранения этого продукта, который мы приготовили. Так как здесь содержатся ферменты живые и фактор роста, естественно, он будет очень быстро портиться. И самое лучшее, это когда мы сразу будем употреблять после того, как приготовили. Но, тем не менее, в течение дня сохранятся практически большинство биологически активных свойств приготовленного нашего продукта. И он будет великолепно действовать. Поэтому вы можете в холодильник поставить, но в течение дня все это выпить. Итак, я пробую. Это у нас с медом. Это у нас без меда. На мой взгляд, вкусно, приятно и как-то ничем таким не отдаёт. Теперь пробую с медом. Добавилось несколько такой сладости. Но это уже дело вкуса, мне говорят. Нравится либо это, либо то. Но, по крайней мере, всё это будет действовать великолепно. Итак, мы с вами приготовили, смотрите, продукт, который будет укреплять, вернее, строить то, что было разрушено в результате перелома. И всё это восстанавливает. Но, тем не менее, тем не менее, что можно использовать ещё? Ещё можно и нужно обязательно использовать это, знаете, минимальное движение, какой-то массаж, поглаживание. Причём, если повреждение в оленостопном суставе, если повреждение в олене, то от стопы вверх коленки, чтобы у вас шло, значит, направление крови, направление жидкости к сердцу. Чтобы не было застоя и отёка. Обязательно массаж, обязательно движение. И движение минимальное, но, знаете, как можно чаще. И делайте их, допустим, так, через 30 минут, через 40 минут. Но обязательно делайте. Сделали 50-100 каких-то там лёгких движений, чтобы активизировать ток крови. И приток с кровью питательных веществ, которые мы сделали. Вот. И отдохнули. Потом опять. Вот. Когда мы будем так поступать, кости у нас будут сращиваться быстро. Причём, из литературы я знаю, что они сращиваются с помощью прорушившего зерна. Причём очень сложные переломы, открытые раны. Ну, где-то в 2, а то в 4 раза быстрее, нежели если бы они, ну, говорят, сращивались сами собой. Что я ещё хочу сказать. Можно использовать пищевую глину. Вот я не зря её достал. Вот эту вот глину. Сейчас я вам покажу, какая она. Возьму ложечку. Чём особенности пищевой глины? Оказывается, хорошая глина, именно пищевая, которая проверена, что она соответствует всем этим качествам. Она содержит и кальций, она содержит и кремний. Она содержит все вещества, которые необходимы для того, чтобы наша костная ткань быстрее срасталась. Глина содержит все вещества, которые необходимы для сращивания костей. И она должна быть такая миленькая, как пудра, что никакого скрипа на зубах нет. Она сразу же идёт в организм, направляется к тем местам, где перелом. И, кстати, знаете, учёные исследовали, что концентрация в костной мозоли, для того, чтобы быстрее сращивалась кость, начала образовываться костная мозоль. Концентрация кремния увеличивается в десятки раз. А где взять кремний? У нас в обычном питании его нет. Я уже сказал, мы используем болгарский перец, но здесь кремния намного больше. То есть это сразу будет хорошая, лучшая добавка. Если у вас нет пищевой глины, как можно поступать? Можно поступать следующим образом. Вы используете куриные яйца. Отварив их, у вас остаётся скорлупа. Скорлупу эту вы сушиваете на кофемолочке. Измельчаете. Добавляете туда сок лимона. Ну, допустим, на чайную ложечку добавили чайную ложечку сока лимона свежевыжатого. У вас произошла реакция. Добавляете ещё пол чайной ложечки мёда и всё это съедаете. И так поступаете два-три раза в день. То есть это тоже подкомка хорошая организма кальцием. Для того, чтобы всё это быстренько срасталось. Что можно ещё использовать для того, чтобы, знаете, усилить циркуляторные процессы в области травм, в области костей. Для того, чтобы быстрее питательные вещества подходили к этому участку и, значит, вызывали работу по его восстановлению. Магнитное поле. То есть вы берёте магнит, ну, можно даже взять практически любой бытовой магнит, и вводите по этому месту, ну, в течение, допустим, 5-10 минут. Магнитное поле, проникая в нашу плоть, способствует тому, что активирует и заряжает все частицы и не даёт, знаете, вот почему образуется отёк или какой-то, знаете, там, гематома. Потому что частицы, потеряв заряд, они становятся малоподвижными и начинают, вот, образовывать собственную полость, которая может, там, и загнить, и, ну, и долго заживать. Так вот, они будут заряжаться и за счёт этого быстрее, знаете, двигаться, рассасываться. То есть это хороший такой приём, помимо поглаживания, который будет способствовать проникновению, значит, внутрь нашей, ну, говорите, костной ткани, плоти и вызывать более лучшее, значит, исцеление. Вот, что можно ещё использовать? Вы знаете, можно использовать воду. Вот простой такой прибор, который делает живую и мёртвую воду. Что такое мёртвая вода? Мёртвая вода – это кислая вода. Вот видите, как она получается. Я как раз её сделала там при боли. Значит, что с её помощью можно делать? С её помощью в контексте с переломами, ушибами, можно просто-напросто, если рана открыта, обрабатывать эту рану. Она кислая по своим свойствам и способствует быстрому заживлению ран. Препятствует развитию гноеродной инфекции, то есть, рана у нас будет, знаете, обеззараживаться. А после того, как мы обработали обеззараживающий мёртву, мы можем использовать живую воду. Живая вода – это вода, которая обладает щелочными свойствами. И именно эта вода способствует тому, что все процессы, значит, идут побыстрее, а рана заживает гораздо быстрее. То есть, можно и пить её, можно, значит, делать примочки там. Хорошая штука. Также уже там опробована в течение нескольких десятков лет. И, значит, рекомендовала себя с очень хорошей, значит, стороны. Так вот, используем с вами блендер, смешиваем проросшую пшеницу, как фактор роста. Даем сюда материал творог. Добавляем, чтобы этот творожок лучше усваивался, кремни биологически активные. Ну, например, с болгарского перца. Кстати, можно пить и чаи, с полевого хвоща, со спорыша. Там много кремния, которые делают наши сосуды эластичными. И, кстати, здесь ещё такие витамины есть, ПП, которые укрепляют стенку капилляров. Она также повреждается во время ушиба, травм и переломов. Всё это надо быстренько восстановить. Откуда мы будем восстановление брать? Как раз вот с этих продуктов. Что касается болгарского перца, главное, чтобы это был болгарский перец. Неважно, жёлтого цвета, красного цвета или злёного он будет. В данном случае главное, чтобы он был. Потому что нам надо отсюда взять биологически активный кремник. Вот. И добавляем мёд там по вкусу. Всё это, значит, мы смешиваем на блендере в ряженке, там, кефире, в каком-то кисломолочном. У нас получается вкусный продукт, который способствует, значит, быстрому заживлению, сращиванию костей. Прекрасно работает кишечник и вообще тонус организма увеличивается. Всё, применяйте всё это, БАКСО, о котором я вам рассказал, и выздоровляйте. Доброго вам здоровья! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok